Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Абдалибова. И коротко о главных событиях на сегодня. Ифтар от главы региона. В шатре Рамадана прошел коллективный ифтар, организованный Сергеем Меликовым. Ифтар. Спасатели пожарной службы города Избербаш получили новое здание с современным оборудованием. Порадовали стариков. Росгвардия провела парад у дома ветеранов в Кизляре. Ифтар от Врио главы Дагестана. В Махачкале на территории центральной Джума-Мечети состоялся ифтар, организованный Сергеем Меликовым. Почетным гостем шатра Рамадана стал муфти республики, шейх Ахмад Афандим. Сергей Меликов в этот день находился в командировке. От его имени к собравшимся обратился вице-премьер правительства Рамазан Джафар. Также к числу гостей совместной трапезы присоединился министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. Вот такие мероприятия как раз объединяют людей. Вот здесь я больше уверен, что очень многие люди сидят, которые в первый раз друг друга видят. Но нас это объединяет. Объединяет наш подсвященный месяц, наш праздник. Я хотел бы приглашать вас к тому, чтобы и мы вперед были вместе, были едины. Потому что сила Дагестана, сила дагестанского народа, сила религии в единении. В свою очередь муфти республики поблагодарил руководителя региона Сергея Меликова за организацию коллективного вечернего разговения. Он по собственной воле выбрал для себя деньги. И только выбрал. Сюда и деньги нужно расходовать. И деньги решили расходовать. Огромное было желание вместе с нами здесь сидеть. Но так получилось, что он оказался в командировке. Поэтому это говорит о том, что Сергей Алинович хочет строить отношения вместе с народом. Он хочет быть вместе с народом. Он хочет изучать, какие проблемы народа и решить эти проблемы. Это тоже для нас большая радость. Напомню, коллективные ифтары стали в республике традиционными. А площадка во дворе Джума-Мечети считается самой крупной. Ежедневно на ифтар и сухор сюда приходит около 4 тысяч верующих. Масштабный проект реализует благотворительный фонд Инса. Участие в нем может принять любой желающий. Атмосфера единения и братства. Совместный ифтар провели и в Баба-Юрте. В нем приняли участие около полутора тысяч жителей Баба-Юртовского района. Проповеди и выступления Алимов чередовались с нашедами в исполнении известных артистов. Мероприятие было организовано благотворительным фондом Инсан. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Жители и гости села, взрослые и дети. Коллективный ифтар объединяет людей самых разных сфер и слоев общества. Гости мероприятия собрались на центральной площади села за час до разговения. Важнее ничего в мире нет, чем встретить в молитве рассвет. Джемма Абдурахманова привела на ифтар всех своих детей. Женщина уверена, что такие маджлисы помогают с ранних лет привить им любовь к религии. Я пришла с детьми, с пятерыми детьми. Я очень благодарна, что вот такие... Ващукюр, альхамдулля, что вот так у нас это что было. И в дальнейшем, что было у нас вот так же всегда. Аминь и Аллах. Любого можно здесь встретить от младого до взрослого. И сам процесс очень приятный. Аура. Очень. Самых разных людей. И простые жители, и работники госслужбы, или же учителей всех. Ифтар объединяет. Ифтар объединяет. Сто процентов. Очень хорошо, очень удобно. Для молодых, для таких детей. Все рады. Аллах развивался. Мы довольны. Очень хорошо. Смотри, сколько детей, столько народов. Все рады из-за этого. Основное угощение на Ифтаре – ароматный узбекский плов. На столах также мясо, фрукты и напитки. Разнести порции и убрать посуду здесь помогают волонтеры. Фонд «Инсан» уже 10 лет организовывает шатры Рамадана по всей республике. Ежедневно горячей едой на сухур и Ифтар обеспечивается порядка 100 тысяч верующих. Сегодня мы еду подготовили на более чем полтора тысячи человек. И столько же посадочных мест было приготовлено. Поэтому мы видим, что сидячих мест практически у нас не осталось. Все запомнили. И уже люди стоя принимают участие. И мы мониторим ту работу, которая проделывается в каждом городе и в районе. На самом деле, та работа, которая проделывается в Абертовском районе, она удивляет. Я ехал сюда именно с той целью, чтобы поблагодарить жителей Абертовского района Атмосфера братства и единения, добра и благодати. Гостей ждала насыщенная программа. Нашиды чередовали с выступлениями религиозных деятелей. До конца Рамадана остается уже меньше 10 дней. Говоря о священном месяце, выступающие сравнивали его с гостем, который не хочется отпускать. Месяц Рамадан – это тот долгожданный гость, проводить которого не хочется. Но, к большому сожалению, этот месяц уходит. Но впереди еще, как говорится, сливки этого месяца. Последние 10 дней священного месяца Рамадан. Хвала Сеушенному Аллаху, который сделал нас из числа братьев. И мы должны помнить, что у каждого из нас есть определенная обязанность по отношению к своему брату. И одно из них – уметь прощать ошибки. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Баба-Юрт, Баба-Юртовский район. Масштабный ифтар прошел накануне и в Буйнакске. Коллективное разговение на центральном стадионе собрало около 6 тысяч человек. Сюда съехали жители разных городов и районов центрального территориального округа. На мероприятии звучали нашиды и выступали богословы. Ученые давали ценные наставления. В том числе говорили о высоком воздаянии, уготованном человеку, который накормит постящегося. Отметим, на призыв главы города Исламудина Нургудаева и имама центральной мечети Буйнакска Мурада Исмаилова откликнулись сотни предпринимателей, меценатов, руководителей госучреждений и просто рядовых граждан, которые внесли посильный вклад в организацию ифтара. В Эсбербаше открыли здание центрального поисково-спасательного отряда. Торжественное мероприятие приурочили ко дню пожарной охраны. Спасатели этой службы получили новое здание, обеспеченное всеми условиями для несения службы, учебы и отдыха. После разрезания символической красной ленты начальника МЧС по республике Нарима Казимагомедов и глава Избербашем Магомед Исаков осмотрели помещение. Так, база оснащена современной аварийно-спасательной техникой и инструментом, автотранспортом и оборудованием. Мероприятие завершилось состязаниями среди школьников, готов к тушению и спасению, в которых приняли участие три команды. Победителей наградили ценными подарками. Более 250 дагестанцев отправились служить в армию. В республике проходит весенний призыв. По этому случаю прошло торжественное мероприятие. Каждому новобранцу выдали комплект военной одежды и другие личные принадлежности. В составе воинской команды находится врач-фельдшер, который будет следить за состоянием здоровья призывников. Всего на службу в этом сезоне из Дагестана направят порядка трех тысяч граждан. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа страны. В преддверии 76-й годовщины победы над фашизмом военнослужащие Махачкалинского соединения Росгвардии организовали для ветеранов Великой Отечественной войны Веры Никитиной и Георгия Кондрачукова персональный парад. Поздравить ветеранов пришли глава города Кизляр Александр Шувалов, заместитель командира Махачкалинского соединения Росгвардии по работе с личным составом, полковник Василий Липатов, учащийся профильного класса Росгвардии юноармеец и военнослужащие Кизлярского батальона войск Национальной гвардии. Специально для ветеранов музыканты военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии исполнили фронтовые песни и композиции военных лет. Под прощание славянки более 40 росгвардейцев прошли торжественным маршем перед фронтовиками. По завершению мероприятия ветеранам вручили цветы, а для всех желающих была развернута полевая кухня. Это были все новости на сегодня. Я напоминаю, что смотреть наши выпуски вы можете также на официальном сайте nnttv.ru. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!